Здравствуйте, Штарк! В России начался учебный год. Не могли бы вы рассказать о школах в Германии? Какие предметы изучаются, какие добавились новые, а какие ушли? Могут ли дети сами выбирать себе предметы? На какие предметы делается акцент? Как детей готовят ко взрослой жизни? В каких условиях учатся дети? Есть ли школьная форма? Как поменялась профессия учителя? В чем особенности методик преподавания сейчас? Как поддерживают интерес детей к учебе? Как обстоят дела с дисциплиной на уроке? И в чем, на ваш взгляд, различие немецкой школы от российской? Извините, что так много вопросов, просто понимаю, что мир не стоит на месте. Искренне хочется узнать непредвзятое мнение, как реально обстоят дела в школе Европы. С уважением. Так как мне довольно часто задавали подобные вопросы, а здесь их очень много и они достаточно интересные, я попытаюсь, насколько это возможно в одном ролике, рассказать немного об этом. Действительно, немецкая школьная система значительно отличается от российской, хотя я не знаю, как сейчас обстоят дела в российской школе, скажем так, как это было в мое время. Дети все идут в первый класс, заканчивают 10 или 11 классов, затем поступают в высшее учебное заведение, сдают при этом экзамены и так далее. Ну вот приблизительно то, что я помню из своего опыта. Здесь дети идут в первый класс, в так называемую груншуле, то есть начальная школа, но затем, и это самое главное отличие, через 4 года они делятся на 4 основные группы. Вот так и делятся, скажем, прямо на умных и дураков. То есть предполагается, что первых 4 года достаточно для того, чтобы преподаватель определил по поведению, по успеваемости ученика, в какую группу он попадает. Конечно, родителям никогда не скажут и не говорят напрямую, там, ваш ребенок идиот. Выглядит это таким образом. Через 4 года после окончания начальной школы дети делятся на очень умную продвинутую категорию детей. Они получают направление в гимназии. Затем дети, кто учились послабее, эти дети получают направление в реальные школы. И до недавнего, после реальной школы, еще отдельно была хауптшуля, то есть средняя школа. И четвертая категория детей – это дети, которые попадают в зондершуля. В зондершуля в этом названии нет ничего особенного. Зондер значит особенный. Значит, в школу для особенных детей. И да, немцы сразу жестко подходят к этому вопросу. Никто ни с кем не сюсюкается. И для чего это делается? Для того, чтобы у детей с способностями, у детей, кто хочет учиться, у них были шансы не тратить свое время и свое внимание, это касается в том числе и учителей, на каких-то неспособных, недисциплинированных детей, на детей, кто вообще не способен у своего серьезный материал. Ну и понятное дело, что все эти четыре школы, в них различные четыре школьные программы. Гимназия – самое слабое в зондершуле, там рады, если они научились немножко считать и, может быть, писать. В средней или в хаупшуле – это очень слабая программа, затем реальная школа посложнее, ну и гимназия – самый сложный уровень программы. В гимназии дети учатся дольше всего. Они учатся до 13 класса, то есть попадают, соответственно, в пятый класс, затем первые два года у них так называемая ориентировочная ступень, то есть уже попав в гимназию, в более сложную школу, еще учителя два года тестируют этого ребенка, способен ли он усваивать то, что эта школа дает. И только, ну, грубо говоря, с седьмого класса уже ребенок окончательно остается в гимназии. А если он не способен, он может еще в течение ориентировочной ступени перейти на ступень ниже, то есть в реальную школу. Кто-то подумает, что, ну, это такая несправедливая система, сразу как бы отделили умников, ну, а что делать, если ребенок раскрылся, скажем, позже, ведь это же бывает. Система как раз-таки устроена таким образом, что лифты, так называемые социальные лифты, они работают на всех уровнях. Если ребенок в реальной школе начал показывать какие-то необыкновенные результаты и к восьмому-девятому классу там заинтересовался учебой, он всегда имеет возможность в старших классах перевестись в гимназию и закончить более серьезную школу. И наоборот. Гимназический ребенок, если он не тянет, соответственно, он попадает в реальную или там в среднюю школу. Что касается школьной формы, нет никакой школьной формы, никто по этому поводу не напрягается. Я знаю, что в разных европейских странах ходят по-разному, но немцы считают, что дети должны ходить так, как считают нужным. Что касается предметов. Здесь, опять же, уже начиная с самых начальных ступеней, у детей есть возможность выбирать. Ну, например, что касается иностранного языка. Могут предложить французский язык, английский язык, испанский язык на выбор. И кое-какие предметы, начиная со старших классов, ребенок может от каких-то предметов отказаться, ну, вместе с родителем, а какие-то предметы, наоборот, выбрать. Ну, а что касается 12 и 13 класса, здесь вообще ребенок выбирает фактически себе направление. То есть, приблизительно 4 предмета он может полностью убрать из своего обучения и, наоборот, оставшееся время посещать другие предметы усиленно. Считается, что к 12-13 классу дети уже приблизительно сориентированы, и они понимают, в какие университеты поступают. То есть, если ребенок выбрал, скажем, химико-биологическое направление, ему не обязательно просиживать часы на истории или на географии, он, соответственно, больше времени посвящает химии, биологии и так далее. То есть, это замечательное качество немецкой школы, что у ребенка есть относительная свобода выбора. Никто, кстати, в 13-м классе не будет слишком париться, если парень или девушка редко появляются в школе. Даже так, есть тестовая система, и если ты не часто приходишь в школу, но во время тестов ты присутствуешь и сдаешь все тесты, ты можешь, грубо говоря, заниматься дома. Вообще, 13-й класс, это считается непосредственной ступень подготовки к университету. В 13-х классах уже свободное посещение и свободное преподавание. Что касается гимназии в целом, еще вот очень важный момент. Гимназии, в свою очередь, делятся на технические гимназии, на спортивные гимназии и на гуманитарные. Есть, кстати, гимназии, например, с усложнением в плане языков. Но это уж совсем замороченные гимназии. Например, в моем городе есть гимназия, где с 6-7 класса дети изучают древнегреческий и латинский. Это, как правило, дети, которые затем будут заниматься наукой, лингвистикой, археологи, работники музеев и так далее. Там учиться достаточно сложно, но, поверьте, там тоже сейчас учатся дети полная гимназия. То есть, кто-то предпочитает отдавать своих детей в подобные сложные школы. Ну, а типично для каждого города это, конечно, техническая гимназия и гуманитарная. Ну, например, мои дети оба ходят в техническую гимназию. Мальчик и девочка, дочь и сын оба ходят в техническую гимназию. Там в большинстве, ну, где-то процентов 80 это мальчики и процентов 20 это девочки. Средний класс технической гимназии может выглядеть так. Из 20 учеников приблизительно 15-16 будет парней, ну и 5 или 4 девочки. Это вот средняя такая техническая гимназия. Гуманитарная все наоборот, то есть там большинство девочек и очень немного мальчиков. Ну и, соответственно, раз есть направление, значит и предметы, и преподаватели. При технических гимназиях часто в школе находятся мощные лаборатории, то есть где уже в старших классах проводятся какие-то небольшие эксперименты и так далее. В спортивных гимназиях, само собой, всегда хороший стадион, всегда бассейн, всегда футбольное поле, баскетбольная площадка. В зависимости от того, какие команды или каких спортсменов они подготавливают. Это не значит, что дети только занимаются спортом и не учатся. Это значит, что просто в их плане будет чуть-чуть больше спорта, чем у остальных детей в других школах. Огромное внимание уделяется английскому языку. Он идет на уровне и даже больше, чем немецкий язык сейчас в наше время. Ну и, конечно, физика, математика, информатика и так далее. Из предметов, которые были всегда и, например, не были в российской школе, я могу отметить такие предметы, как логика или философия. Также в старших классах занимаются политикой. Вот это очень важный момент. Молодые немцы, ребята, парни и девушки, выходящие из школы, четко понимают и имеют в своей голове представление о политической системе своей страны и других стран. Они знают, что такое демократия, они знают, что такое выбор, они знают, что такое парламент. Они знают, какие в парламенте присутствуют партии, чем они отличаются. И что самое главное, преподаватель, занимающийся предметом политика, учит детей дискутировать. Это очень важно. На самом деле вызывается ребенок, ему предоставляется право, трибуна, он делает небольшой доклад или реферат, и затем дети между собой должны отстаивать различные позиции, становясь в позицию консерваторов, в позицию левых, в позицию правых. И мои дети, например, когда я с ними говорю о политике, они четко понимают, о чем речь. Считается, что будущий гражданин должен ориентироваться в ситуации, что и как. Если он идет на выборы, должен понимать, за кого он голосует. Вот, по-моему, этого предмета в России не было. Раньше было достаточно много времени уделено такому предмету, как религия. На религии дети всегда делились на две группы, то есть католики в один класс, евангелики в другие, но это типичное разделение для Германии. Постепенно этот предмет во многих школах перешел в факультативный, сейчас делятся на три группы, то есть протестанты, католики и дети мусульмане, то есть исповедующие ислам. Кроме того, в некоторых школах даже предоставляется право атеистам, то есть детям, которые уже к 18-19 годам четко говорят о том, что не хотят принадлежать никакой религии, то такие дети получают возможность заменить этот предмет на любой другой по их усмотрению. Соответственно, классы в старших классах собираются из нескольких. Тоже есть разделение там класс А, класс Б, класс С, но если какие-то дети выбирают направление, скажем, химия, то на более усиленные предметы по химии собираются, соответственно, химики со всех остальных классов. А учителя уже подстраиваются под то, какая группа, сколько детей, кто чем хочет заниматься. Еще есть одно существенное различие. Все гимназии в Германии, абсолютно все, в течение старших четырех классов в программу входит обязательное посещение крупных городов Германии. Это столица обязательно Берлина, затем столица земли, в которой учится ребенок. То есть, если это Байронс, значит, это Мюнхен. Если это Райнфальц, соответственно, это Майнс и так далее. Плюс каждый предметник должен устроить такой выезд интересный. Ну, скажем, если преподаватель занимается искусством, он обычно делает выезд в какой-то крупный музей современного искусства. Если это биология или что-то в этом роде, ну, делают выезд в музей медицины, скажем, или в какой-нибудь там с экзотическим ботанический сад и так далее. И 11, 12, 13 класс, дети выезжают всем классом за пределы страны. Здесь, опять же, на выбор обычно предоставляется 4 направления, и дети в начале года могут выбрать, куда они поедут летом. Ну, обычно это Италия, например, посещение Рима. Это для групп, кто изучает латинский язык, кто интересуется историей. Затем другую группу могут очень часто всегда в школе предлагать съездить в Англию, Великобританию с посещением Ирландии, Шотландии. Часто это может быть Франция, французское направление, например, Британь, побережье Франции и так далее. То есть, 4 направления обязательно будет предоставлено, и это участие обязательно. Если семья, например, не в состоянии оплатить поездку ребенка, а это может стоить от 300 до 500 евро, значит, они подают бумаги директору, и эта поездка оплачивается за счет города. Очень важный момент. Все дети, находящиеся в классе, должны пользоваться одинаковыми благами. Значит, если все идут в Рим, допустим, отдыхать, и 2-3 семьи не могут позволить, значит, город заплатит им за то, что они поедут со своими сверстниками. Ну, это социальное государство, поэтому стараются не делать вот этого различия. Но, честно сказать, атмосфера в немецкой школе очень хорошая. Во-первых, фактически не бывает драк или каких-то выяснений отношений. Скажем, история, что парень или ваш сын пошел в школу, вернулся с синяком или с порванной одеждой, здесь это нонсенс. Если что-то подобное случается, то это, ну, буквально экстремальный случай для школы всем заниматься, разбираться с родителями со всех сторон. И детям, естественно, всегда внушается о том, что любое телесное повреждение влечет за собой большие штрафы для родителей, исключение школы и так далее. Так что драк или выяснений отношений фактически нет. У ребенка есть всегда возможность перевестись в какой-то другой класс. Да, еще очень важный момент, который, может быть, русским слушателям покажется странным. Здесь остаются на второй год по желанию. Можно дважды остаться на второй год, но не больше двух раз. Для чего это делается? Для того, что если у вашего ребенка по какому-то предмету не очень высокий балл в конце года, то ребенок вместе с родителями решает повторить год и повторить, соответственно, курс, например, английского языка или повторить этот курс математики и химии, тогда они пишут прошение в школу с просьбой оставить этого ребенка на второй год для повторения курса. Вот дважды имеется такая возможность. Если ребенок два раза повторяет, ну, скажем, 10 класс и затем 11 класс еще повторяет, то может случиться так, что ребенок заканчивает школу в 22 года. Но это максимальный срок, сколько ребенок может остаться в школе. Затем уже он должен в конце концов школу закончить. То есть никого особо не напрягают. Плохая отметка не обозначает, что ты тут же, ну, не знаю, не сдашь что-то. Тебе предоставляется возможность. Дружок, посиди еще один год. Опять же, по его желанию. Давай мы поработаем с тобой еще усиленно по этому предмету, и ты закончишь этот год с более лучшим результатом. Обычно на второй год остаются как раз при конце для того, чтобы себе, ну, создать для поступления более высокий балл. Очень важное различие заключается в том, что ребенок, закончивший гимназию, не должен сдавать никакие вступительные экзамены при поступлении в университет или фахов шуля, какое направление он выбирает. Почему? Потому что считается, что в течение 13 лет школа уже этого ребенка экзаминировала, проверила, и школа сама знает, какой это ученик. Соответственно, те баллы, которые он получает, которые он зарабатывает в течение этих 13 лет, их уже не нужно дополнительно подтверждать. Выглядит это таким образом. Так как оценки в Германии перевернуты, ну, перевернуты это по русским меркам, а здесь как раз-таки они находятся на месте, то есть самая лучшая оценка – это единица, и самая плохая оценка – это шестерка. Ну, шестерка – это на уровне двойки. Соответственно, если ты очень хорошо учишься, у тебя сплошные единицы. И, значит, твой средний балл в конце, ну, будет выведен там 1,2, 1,3, или 1,1, например, да, ну, это вообще очень высокий результат, фактически одни пятерки по-русскому, скажем так. И далее ребенок по вот этому своему среднему баллу смотрит, в какие университеты он подходит. Информация об этом находится на сайтах университетов. Достаточно просто выслать свое резюме, результаты своих последних двух лет и ждать приглашения от университета. Обычно в обычной немецкой семье делают запросы в один-два университета, ждут результат, но затем уже смотрят, куда удобнее ребенку пойти учиться. Это очень важное различие, например, потому что в мое время ребенок мог хорошо учиться в школе, но не поступить в университет, потому что там нужно было дать взятку. И часто при поступлении хороших умных детей просто срезали, и даже не было возможности подать апелляцию, да, наверное, стоит еще сказать несколько слов об отношении учителей и учеников. Хорошие, свободные, дружеские отношения. Прежде чем человек начинает работать в школе, его долго проверяют. Недостаточно просто закончить педагогический институт и поступить работать учителем. Первые два года тебя проверяют, то есть ты находишься в состоянии такого пробного учителя. Проверяют, каким образом приходит непосредственно человек, специалист, который присутствует на твоих уроках и делает такие пометочки и отмечает, как она реагирует, как она отвечает, как она преподносит материал, не тушуется ли она, может ли она в каких-то экстренных ситуациях реагировать и прочее. И затем школа решает, подходит нам этот учитель или эта учительница или извини, ты слишком зажатый, ты слишком строгий, поищи себе другую школу. Вообще найти школу, имея педагогический диплом, крайне сложно, потому что отбор очень серьезный. В результате в эту профессию идут на самом деле заинтересованные люди, на самом деле профессионалы, которые понимают, что значит работа с детьми. И поэтому обычно среди них нет ни психов, ни чокнутых, ни людей с какими-то заморочками и так далее. В основном это именно адекватные люди, понимающие, для чего они здесь находятся. Зарплата учителей очень высокая и в процентном соотношении приблизительно 70% в Германии учителя это мужчины. Это считается мужская профессия. Женщина в школе – это редкость. Может быть, еще по этому уровень очень высокий, потому что считается, мужчина более спокойно реагирует на многие детские выходки. Мужчина тоньше и глубже понимает свой предмет, особенно если это касается технических примеров. И мужчины с юмором могут и должны общаться с детьми. Очень важное качество для немецкого учителя – это наличие чувства юмора. Дети не должны напрягаться, они не должны бояться, у них должен быть хороший контакт с учителем. И так оно и есть. Интересно, вот еще что, наверное, я об этом сделаю отдельный ролик, потому что этот ролик уже получается длинным. В конце, когда дети заканчивают школу, делается такой большой школьный журнал. Там каждого ребенка мечают. Им обычно это выглядит так. Фотография, каким ребенок пришел, и уже 20-летним, 19-летним, когда он выпускается. И каждый из этого класса или из этой школы может написать небольшое такое резюме или послание этому человеку. Это куча воспоминаний школьных. А с ним мы там на вечеринке когда-то бухали, или у него классный бассейн, мы когда-то купались. В общем, каждый вспоминает, что связано именно с этим человеком. И точно так же несколько страниц всегда посвящены всем учителям, кто работал с этими детьми. Отдельная фотография учителя, и тут, как говорится, все ученики могут высказаться все, что они хотели. И эти журналы просматриваются директором школы каждый год. Если учитель набирает большое количество негативных отзывов, то есть если на его странице дети пишут, она была ужасная стерва, она на нас орала, она нас не уважала или еще что-то, в следующий год эта учительница в этой школе работать не будет. Вот это демократический принцип, дающий возможность директору понимать, что творится в его школе именно вот со стороны учеников. И редакция школы, в школе есть редакция, которая выпускает этот журнал, у них полное право напечатать все, что говорили дети, без редакции со стороны взрослых. Вот это очень важный момент. Если учитель действительно был строг в отношении какого-то конкретного ребенка, ну вот в конце года у него есть, так сказать, возможность высказаться. Но поверьте, в основном высказывания детей в отношении тех или иных учителей либо сдержанные, либо веселые. Чаще всего пишут, он классный чувак, мы с ним ездили в Ирландию, катались на велосипедах, лучше не бывает. Или он знает самые классные истории про мореплавателей, однажды я заснул на его предмете, настолько тихо он разговаривает. Или что-то в этом роде. То есть это либо безобидные отзывы, либо такие, как правило, положительные. То есть дети любят и уважают своих учителей, и учителя, соответственно, с любовью и заботой относятся к детям. Да, очень важный момент. В немецких школах фактически нет домашних заданий. Те, у кого есть домашние задания, это те, кто не справляются с материалом в школе. То есть они дома как бы подтягивают. Но в основном тенденция идет к тому, что считается, ребенок, приходя из школы, дома должен отдыхать. Заниматься спортом, смотреть телевизор, гулять, я не знаю, все что угодно, но не отрабатывать вторую смену. Ну вот вы, медицинская сестра, вы пошли и поработали 8 часов на работе. Приходя домой, вы же не начинаете опять ставить капельницу, уколы. Вы пришли и хотите отдыхать. Почему же вы ожидаете, что ребенок, который отсидел 4 или 6 часов в школе, приходя домой, должен опять же начинать работать? Это ненормальное состояние. Не преследует учителя цели унизить ребенка, забить его, запугать его, чтобы он тебя боялся, тресся. Оценки никогда, ни при каких обстоятельствах не озвучиваются. То есть все остальные дети в классе понятия не имеют, как учатся их сотоварищи. Никогда не говорится так, Петров, ты идиот, получил за этот раз 2, или садись 3, или еще как-то этого не говорится. Что бы ребенок не говорил, как бы он ни отвечал, учитель слушает и ставит у себя оценку в своем журнале. Если ребенок хочет узнать свою оценку, он подойдет и узнает, но это дело касается только учителя и этого ребенка. Все остальное, ну, когда получают, например, тесты или какую-то работу, там есть в том числе изложения и сочинения и так далее, если он хочет показать своим товарищам, он покажет. Если нет, он имеет полное право закрыть тетрадь. Скажем, его друг или сосед скажет, что ты получил, типичный ответ немецкого школьника не скажу или не твое дело. Какая тебе разница? Получил, получил, все, а ты что получил? То есть вот такие вопросы в немецкой школе не задаются. То есть не выставляются, скажем так, одни идиотами, другие, наоборот, там, отличниками, любимчиками учителей и так далее. Дети могут только лишь догадываться. Ну, вот по активности, например, один более чаще отвечает и дает точный ответ, и другой, там, менее точный. Но именно оценки, какие у этого ребенка стоят оценки в журнале, остальные одноклассники этого не знают. Ну, вот такой приблизительно подход, я думаю, уже потому, что и рассказал заметно, насколько немецкая школа отличается от русской. И, наверное, стоит еще один отдельный ролик посвятить тому, в каком направлении сейчас развивается немецкая школа. То есть то, что я сказал, это было до сегодняшнего момента, но школа меняется. Следующий этап немецкого образования немецкой школы, он будет еще другой. То есть уже сейчас есть программы, они сейчас хорошо разработаны в Финляндии, написано очень много научных работ и наблюдений, педагогических статей, которые доказывают, что дети в игровой форме получают материал лучше, по крайней мере, на начальном этапе, в начальных школах, чем, скажем, сидя за партами и так далее. И вот следующий этап немецкой школы это совершенный отказ от классов, от парт, от стульев и поиск каких-то других форм. То есть вот то, что я говорил, сидящий учитель по дереву и дети рядом с ним, вот что-то в этом направлении. Дети будут обучаться в каких-то разных местах, они будут много перемещаться, они будут много путешествовать. Ну, а самая главная цель, которая ставится в немецких школах, это социальная адаптация. Целью ставится не столько изучение какого-то конкретного предмета, люди прекрасно понимают, что углубление будет потом, когда они выберут себе профессию, что большинство предметов могут вообще больше в жизни не пригодиться. Очень часто учителя, скажем так, не напрягаются, они говорят, дружочек, давай сделаем так, вот у меня сейчас вот эта тема, я вам ее выкладываю, хотите, получайте, хотите, запоминайте, дело ваше, ваше будущее, то есть учитель не, скажем так, вьет веревки с учеников, но и ученики в свою очередь не имеют какого-то страха там, но, пожалуй, все, я думаю, потому, что я уже сказал, достаточно видно, насколько немецкая школа отличается от российской, то есть русские создают, мне кажется, много глупостей, много проблем, в результате вся школьная система работает очень плохо, ну, я уже не говорю о том, что программа, российская программа, на мой взгляд, конечно, катастрофически устарела, все эти ЭГЕ и прочие это ерунда, которой быть не должно, но это отдельный, серьезный, обширный разговор, пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,